всем привет с вами аурум это не будет прям супер мега подробный обзор на электромага но определенные очень интересные фишечки я вам сегодня точно расскажу в первой части видео мы поговорим в общем то о том что такое электромаг какие скиллы у него есть как его правильно и нужно юзать ну и потом посмотрим несколько реплейчиков к сожалению как вы понимаете доступа к серверам разработчиков я не имею поэтому кадры геймплея электромага взял у одного англоязычного ютубера с его видео ссылочка на этот видос оставлю в описании ну и надеюсь что мои риски и старания вы оцените лайком спасибо заранее ребят и так что мы уже знаем об электромаге мы знаем то что он одновременно может поражать две цели и при этом у его удар приравнивается к запу то есть он оглушает цель на пол секунды но это еще не все плюшки ребят когда мы выбрасываем этого электромага например на спарке то автоматически юзается запу это же просто нечто электромага офигительно справляется не только один на один с некоторыми картами но сразу может порвать и две карты как сейчас он справился уже с мега миньоном и порвал легендарного дракончика я знаю чем вы подумали а что будет если выбросить на мух электромага и да ребят вы правы он действительно сработает как за прикиньте у вас есть одновременно и зап и легендарная карта просто чудесно правда немножечко омрачает тот факт что он никогда не выживает после такой высадки но все же прикольно запчево даже один на один с арбалетом электромаг смотрится очень даже неплохо и да ребят арбалет постоянно задыхается передергивает и не может быстро уничтожить электромага но текущая ситуация смоделирована чисто теоретически потому что в реальном поединке сложно представить себе ситуацию что электромага не законтрят другой любой карты так как громовержец одновременно поражает несколько целей то он просто идеален против кладбища но в текущем эпизоде не особо удачно он был брошен но все же это это реально прикольная тема и он позволяет сохранить большую часть башни хотя 1421 хп не очень идеально давайте еще раз еще раз кладбище и сейчас бросим прямо на скелетиков наши вот так намного круче действительно намного круче и его стоит выбрасывать именно в эпицентр события они куда-то там за башню как мы делали например с лучницами бочка гоблинов тоже контрится на раз-два-три двух сразу гоблинов он убивает как только приземлиться ну и плюс одного с одной тыки зафигачивает без проблем давайте теперь посмотрим как он работает против легендарного дракона из парки посмотрите это же нечто он справляется без проблем сразу с двумя картами причем какими картами это же непобедимая с парки это же пламенный дракон который разогревается до нереальных высот ну найс ну что ж давайте посмотрим на электромага в реальных боевых условиях ну хоть и колоды здесь честно говоря не очень я что-то не понял вот если бы я был на месте тестирующих то по-любому выбрал бы какие-то колоды более реалистичные текущие колоды меня вообще абсолютно никак не устраивает ну что это боулер ну окей доме гоблинов тоже хорошо принцесса заморозка ну что такое прям как будто рандомная колода у верхнего чувака в принципе примерно то же самое ну ладно не примерно то же самое там видно что у него есть мухи у него есть бочка гоблинов то есть принципе у верхнего такая довольно распространенная колода ну вот у нижнего чувака такое что то но кстати говоря только что мы видели как электромаг был брошен на мух и да в реальном поединке он действительно выполняет функцию запа вообще без проблем но стоит три эликсира то есть это немножко такой вот дорогой зап учитывая что если бросить его на орду мух он по-любому сдохнет то немного как-то дороговато кладбище и заят нижний чувачок и здесь есть электромаг но пока он никак не работает и что же будет что же будет вот в данном случае когда электромаг сагрился на другого юнита то против кладбища он абсолютно никак само собой не работает поэтому вообще-то неплохая тема ну и соперники размениваются сейчас картами идет такой просто жесткий дикий размен ничего прям супер интересного не происходит вот видим бочка гоблинов сразу вышибала почему же не электромаг очень хотелось бы посмотреть на электромага но да увы ребят мы увидели только вышибалу атака значится значит за что что происходит вот электромаг был брошен и сразу уничтожен вражеским электромагом и и блин и мухами поэтому не прокатило то есть ну я опять же я смотрю на поединок со стороны нижнего игрока поэтому мне так проще видим что еще раз вот электромаг появился против вышибалы и с вышибалой один на один никакого шанса он в общем то почему-то не имел то есть зафигачил его вышибала и могу сказать что вышибала очень конкретно неплохая карта ну в общем то и понятно все карты которые наносят сплэш урон на все будут неплохие против вышибалы но здесь уже полный фан пошел вот видим кладбище на нижнего было брошено само собой на первый противник победил точнее нижний противник победил конечно же в текущем реплее у нижнего соперника есть не поверите арбалет вот здесь мы и посмотрим как электромаг противостоит арбалета уже в боевых условиях они так как было показано в идеальных условиях один на один и так готовится поставить арбалет ставит арбалет и вот нежданчик сразу же сразу же куча скелетиков но ничего страшного арбалет агрится на на в общем-то котел и вот он электромаг вот один на один кстати я говорил что такого не может быть но да это происходит один на один электромаг уничтожает без проблем арбалет и практически дошел до башни теперь вражеский арбалет и бах айспирит вместе с огненным духом тоже не кисло его останавливают конечно же айс голем и вся атака в принципе приостановлена пока ни один из соперников не не блещет успехом то есть принципе абсолютно разные деки у соперников верхний чувак играет такой скилловой декой где используется куча мусоров и вызывает просто соперника на поединок вот мы кстати опять видим что вроде бы электромаг сагрился на арбалет но в то же время потом его зафигачили стражи поэтому ну насколько эффективно хзы и вот-вот вроде бы шанс 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 да у соперника еще не готово ничего и уже арбалет агрится на башню вообще насть причем странно что верхний чувак сейчас вообще ничего не делал вот теперь он вроде бы сделал но абсолютно глупый поступок и по-моему 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 ну 618 хп остается на правой башне все шансы конечно же у нижнего опять подготовочка сейчас будет деф стрелы и вот вот он вот он наш электромаг как он контрит бочечку мы только что сейчас увидели абсолютно спокойно в режиме реального по времени то есть контрабочки просто шикарная потому что он при этом не умирает если орду мухон конкрет и умирает то здесь все круче опять ставится арбалет стражи впереди даст ли верхний вау электромаг вот он один один против двух сразу юнитов и и в принципе он не кисло так затормозил и айс голема и и сам арбалет и вау вау скелетики захерячили только что электромага вообще тоже без никаких проблем но в общем то ребят я могу констатировать факт что электромаг все таки не имба но то что он исполняет функцию запа это радует действительно он может пригодиться в любой колоде как по мне он слабее намного ледяного мага но чем-то напоминает может принцессу даже не такой какой-то хрупкий он пацанчик но то что он делает иногда прям ну просто шикарно вот например сейчас дуэлька была между между электромагами и я думаю он приживется практически в любой колоде не знаю насколько получится у нас у вас и у нас всех проходить испытания как вы понимаете шансы пройти испытания электромага на 12 побед он ну крайне мал если так брать общее количество игроков то есть каждый же кто-то ведь должен проигрывать правильно мы же не с компом играем поэтому мне кажется что ну какие-то люди точно получат электромага надеюсь очень сильно надеюсь что это буду я поэтому если вы поддержите этот видос лайком ну сто пудов я затащу полу выиграю 12 побед я напрягусь прям самом начале этого испытания и не знаю ну попробую тащить тем более спасибо еще раз суперсел за то что позволят взять свои родные колоды сейчас элитные варвары как никто другой тащит поэтому я думаю что то у меня получится ну в общем то я надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал вот таким вот будет электромаг посмотрим его уже вот вот очень скоро лично в режиме реального времени в боевых условиях и ну как говорят в одессе будем посмотреть насколько он имба ребят всем удачи и пока